Мне кажется, рано еще подытоживать, потому что, не то что рано, а вообще самое начало пути, самый старт, и то, что мы стартовали, и то, что это получилось, мне кажется, это получилось, уже завал по себе хорошо, поэтому я буквально сегодня с утра вдруг осознал, что у нас название движения, название партии – это готовый тост, и поэтому всегда можно, в случае, если тост не придуман, поддержать разговор за столом, ну, за правду. Вот, и в силу того, что у нас само название, как тост, я и продолжу, наверное, в режиме тоста, и скажу несколько слов о наших товарищах, продолжая, собственно, ту тему, которую Александр Юрьевич Казаков начал. Потому что, ну, я какое-то количество людей в зале знаю, и какое количество людей в зале уважаю и люблю, как кого-то не знаю, обязательно познакомимся, надеюсь, подружимся, но мне важно, чтобы вы зафиксировали для себя то удивление, которое присутствует у меня. Потому что я бы не сказал, что для меня, вот, происходящее сегодня, ну, что я с этим как-то свыкся. Я сегодня, когда вышел на сцену, конечно же, я был поражен теми людьми, которых я знаю, которых я знаю с детства, и перед которыми я чувствую пожизненный трепет. И эти люди, так или иначе, имеют отношение к партии. Мне тут вот вы дали журналисты и спрашивали, почему, собственно, вот, но так получилось, что у вас есть какое-то количество персонажей, которых, честно говоря, журналисты не ожидали здесь увидеть. Для них это тоже был сюрприз. Они говорят, что их, собственно, побудило? Я не придумал ответ на этот вопрос. Я не придумал. Поэтому у меня есть какие-то варианты, которые сейчас свисят, возможно, на вас сейчас и проверим. Ну, во-первых, они, конечно же, сама по себе сложная политическая ситуация, а то и военная ситуация, которая наблюдается в нашей стране и за ближайшими ее пределами последних годов, конечно же, в каком-то смысле нас всех переформатировала. И в каком-то смысле именно вот эта история, она стала первым импульсом для того, чтобы эта организация, чтобы партия за правду начала существовать. Потому что она рождалась вот в этих, она рождалась в донецких степях. И сопредседатель партии Александр Казаков нисколько не управил, когда говорил, что вот эти первые наши разговоры, меня, пришедшему в политику слева, а его справа, в донецкие разговоры, они каким-то образом вот соскоплили все углы, которые были у нас. И там, в Донецке, где мы работали оба советниками, Захарченко, или только, там вот это формулировки первых и важных вещей, они там и произошли. И очень многие люди, которые имеют сегодня отношение к партии, они, конечно же, оттуда. Я даже не вижу никакой причины этого скрывать. Даже сопредседатель Александр Бабаков получил все возможные мировые санкции, в том числе и в первую очередь за решение разнообразных внешнеполитических проблем, в том числе и на украинском фронте. Это вообще для меня это, ну, знак качества российского деятеля, чиновника, политика, высшего эшелона. Если он не под санкциями, к нему есть вопрос. Если он под всеми санкциями, то это знак качества, безусловно. Идем дальше. Конечно же, человек, который занимается нашими идеальными отделениями в рамках движения за правду, Сергей Помчиков, это, собственно, командир того батальона, который называли батальоном Брилепина. И он, на самом деле, конечно же, командовал этим военным подразделением. И теперь разбирается регионал. Мы с ним связаны, это тоже не секрет, в янтесе можно залить, с давних пор еще по Назбольской, Другарковской оппозиционной работе. Член ЦК нашей партии Александр Крештуб, начальник штаба того самого батальона, полка спецназначения, в котором мы все вместе служили. И он здесь, и он с нами. Виктор Яценко, человек, который занимается, представлял свои проекты, и который с нами работает, это министр связи в Донецкой народной республике в прошлом. На самом деле, это тот самый человек, который работал в Славянске, и всю связь, которая была тогда между Захамченко и Славянским, между тем угодно, между всеми полевыми командирами, собственно, его установил Виктор Яценко, легендарный человек. Я уж не молчу просто про Абхаза. Тут просто в силу юридических причин так получилось, что мы, естественно, всю эту ситуацию доработаем, когда он до нас доберется, и на следующем съезде, или при первой возможности, он в любом случае с нами. Абхаз был кучей с нами, и после гибели мотора Арсена Павлова и Гири Михаила Толстых, Абхаз, пожалуй, самое главное легендарное донецкое сопротивление. Иван Ахламгустин, человек, который, я сегодня заметил, он вышел на сцену, и все начали улыбаться. Причем такая вот, ну, такая сердечная улыбка, типа свой, вот пришел родня, брат давно не видел, и вот он с нами. И у меня такая же реакция, я тоже себя поймал на том, что, то есть у меня растянулась эти губы, лицевые мышцы, потом смотрю, все остальные сидят тоже с таким же выражением лица. Вот, конечно же, ну и вообще с Иваном там познакомились, и простой, вот с Сашей выезжали, простой у него были гастроли, он там получил паспорт гражданина ДНР, потом многократно приезжал Иван. Для меня вообще Иван Ахламгустин, я мало смотрю телевизора, я, честно говоря, вообще не видел, он для меня, в первую очередь, не артист, его, видимо, вся страна знает. Вот на этих основаниях от Ивана человек пишущий, человек мыслящий, человек формулирующий, вы слышали этот катакон, это удивительный, собственно, документ очень важный, документ, я даже не буду скрывать, у нас один из прообразов, собственно, нашей организации, это вот такая большая компания из музыкантов, политологов, артистов, которых однажды собрал Александр Захарченко, покойный. Мы сидели все вместе и придумали вот как бы свод правил, которым мы все должны так или иначе следовать. Мы хотели его составить, собрать, и на самом деле очень важно на Донбассе точку, вот там, ну, как бы капсулу его спрятать и заложить там. И вот, собственно, партия собралась для того, чтобы, видимо, это доформулировать. Иван Охлопостин, он советник мой по самому же спектру вопросов, участник движения «За правду» и человек, который может участвовать в статистике ЦК с правоосвещательного голоса, он наш, это не гость, и гость на нашем съезде, равно, как скажем, и Донбасский жаннодар, удивительный человек, потрясающая женщина, вообще и лучший мужчина, в союзе с другими нашими певцами Юлия Чечевина, которая не просто сюда пришла нас поддержать, а она, я ее не просила, поэтому она сказала, а я тут в струкную партию. И для меня это настолько вот удивительно, мне так это, собственно, подрисло, правда, как Алексей Джангоподдубный. Эти люди никогда не имели отношения к никакой политической партии, никогда никакой этой деятельности не участвовали и вдруг приняли это решение. Я чувствую для себя это как высочайшее обязательство. Я даже не знаю, что, собственно, делать с этим знанием. Сергей Пускипалец, очень важный для меня человек, очень губный человек. Я, конечно, сначала, его я сначала полюбил как артиста, и вся моя семья, потому что он там, ну, вечно командует, то в жизни и судьбе, то в ледоколе, но еще во многих фильмах. Он, кстати, врачей переиграл точно не меньше, чем Аклобыстин и прочих командиров. Я-то, конечно, я его перед телевизором уже начал слушаться уже, а потом мы познакомились и выяснилось, что это закалка и закваска, в нем она и в жизни, и он тоже, как Аклобыстин, человек, он не артист, что-то изображающий, он человек харизматичный, действующий, умный, сколько год не примеднялся, и очень точно излагающий, точно формулирующий. И то, что он вошел в состав управления партии, это тоже для меня большая неожиданность. То есть, ну, я сказал, подумал, сейчас скажешь, да Захар, прекрати, зачем? Я сказал, нет, Захар, конечно, если вы мне доверяете, то я готов. И вот это все происходило, это же происходило там не за 10 лет, не за 5, это не за год, мы это задумывали, а вот происходило здесь и сейчас, и так или иначе все люди, к которым мы обращались, их было, честно говоря, малое количество. Вот это точно те люди, чьи голоса и для меня, и для моих товарищей были особенно важны, вот последние эти годы, в том числе, в годы Донецкой войны, потому что я, конечно, сам сверял все свои ощущения с тем, что говорит Сергей Кихиев, Семен Багдазар, Олег Матвеевичев, Матвестр Кулеров, вот те люди, Наталья Зрачневская, вот я 5 человек называю, и у нас больше имен, собственно, и не будет. Мы селить большим кругом, мы говорим, что нам надо усилить свою политологическую составляющую, и мы предложили 5-рым людям, 5 человек сказали, да, мы готовы войти в успех, либо в политсовет, готовы с вами работать. И это тоже для меня совершенно поразительно. Я не могу себе в полной мере это объяснить, но это доверие, и придется теперь работать так, чтобы никогда это доверие не было попрано. И мы тут вот с Александром Вракьевым, секретарем партии, человеком, который также занимался внешнеполитическими разнообразными деяниями, тоже бывал, потому что американские санкции тоже, это знак качества, давний мой товарищ. Мы совершенно случайно, по большей части встретились со своим приятелем, я так позволю себе сказать, старшим товарищам Владимир Кельчин Мельшоу, к великим режиссёрам, что там говорит, дети, кинемпографии. И там даже в этом, собственно, речи не шло. Мы точно встречались без того, чтобы обличить его в политическую деятельность. Ну что там, задумали-то? Мы говорим, ну вот, задумали, вот, ну, не хотим, чтобы у нас перестройка была и прочие Майданы, и вообще вот за справедливостью заводит. Ну, я там приду, там, я говорю, и, ну, у меня аж сердце остановился на несколько секунд, думаю, ну, что происходит? Я думаю, маме, кстати, сын и жене, что, ну, как-то вот все, все сбывается. И вот он с нами, я, 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 ну, я вот смотрю в зал и вижу, как, конечно же, очень большое количество своих друзей, и боюсь, что я начну сейчас перечислять, то я могу кого-нибудь забыть. Вот у нас Охлобыстин уже не просто пришел, он же привел еще и дочь свою, Анфису Охлобыстин, и сказал, Анфиса тоже будет работать, и мы включили Анфису в полицовет. Я считаю, что это правильно, потому что если мы сами приходим, мы еще и детей с собой приводим, то это точно уже, ну, что для Ивана это не шутка, для Ивана это не просто какая-то очередная часть его актерской биографии, он самый дорогой, он доченьку, вот, например, у меня сын тут тоже работает, он придумывает проекты, и я, собственно, это совершенно, ну, то есть я, как, в сети, мы, потому что это мы старше, мы делегировали с Иваном, как нагонятные отцы, делегировали часть своих детей, собственно, в партийную организацию. Вот. Спасибо. Николай Новичков, профессор, экономика, вещь, о которой я боюсь говорить, а он уже лекции по этому поводу читает, в нашей команде вы видели его на сцене, это замечательно. Мои собратья самых разных регионов страны, я литератор, и Василий Авченко, Дальний Восток, Владивосток, Андрей Рудалев, Петрозаводский, Алексей Голобродов, Саратов. Сидят, справа от меня, Петр Дикрев, режиссер Артур Сагаян, который сыграл вместе со мной главную роль в фильме «Гайлер». Но он мог бы и не заниматься вот этим, он очень, на самом деле, влиятельный человек там у себя в регионе. Но мне позвонить и сказал, что в Захар я буду работать, это радостно для меня, ну что вы что-то? Я не понял, что ты сказал, папа, поэтому... Поэтому я прошу прощения, если я кого-то не назвал, но я надеюсь, что вы запомнили, так или иначе... Вы запомнили, так или иначе, всех тех, кого я вам представил. Остальные сами, сами познакомьтесь, Южа Визина тут сидит, это гуманитарный, бесстрашный человек, который тоже с Донбасса. Батюшка Петр Востокский, тоже наш любимый, просто батюшкой был батюшкой в нашем Италии. Чтобы мы так не во все тяжкие не пустили за нами, за нами приглядывал. И, конечно же, я приберег на финал своей речи, собственно, мой личный психологический культурный шок. Потому что, ну вот вдруг востегла и перебега, да ладно, ну давай попробуй, свяжемся с этим человеком. Мы связались с этим человеком, мы позвонили ему, и он пишет, ну давайте, да, окей, давайте встретимся. Мы просидели с ним три часа под серьезнейшей, глубочайшей, насыщенной политологические беседе. И я был просто, ну, в хорошем смысле, раздавлен всем происходящим, потому что, ну, ну, я сказал, я сказал ему, вот во всех подразделениях, где я служил, во всех качалках, где, собственно, занимались бойцы и всех этих подразделений, там я сделала четыре портрета. Шварц, Сталлоне, Вы и Ван Дам. И я не думаю, что я открою секрет, он сказал, да, типа это хорошие ребята, но они делали то, что они делали только в кино. А я делал это при самых разных обстоятельствах, не только в кино, сказал он. И он дальше произнес фразу, которая просто пронзила моё сердце, он сказал, эти ребята не видели в жизни ничего плохого. И я вдруг понял, что это ключ, собственно, к пониманию того, что представляет собой наше движение. Здесь собрались люди, братья и сёстры, которые видели в жизни кое-что плохое. И это определенные, как бы, определенные качества, которые нас соединили. Много плохого, какое-то качество, или до тебя плохого. И это позволяет нам всем вместе ценить хорошее. У меня, кстати, Стивен Сигл, я о нём спросил, так, а почему тебя зовут Захар, я же знаю, что ты не Захар. Я говорю, у меня такой был позывной во всех подразделениях, где я служил, у меня тоже есть два-три имени других. Вот, сказал он, и я понял, что мы нашли общий язык. Я надеюсь, что все мы здесь собравшиеся найдём общий язык, потому что у нас есть базовые понятия, помимо правды, которые ценны для всех нас. Такие, как Родина, такие, как честь, такие, как мир. Такие, как... В своё время, Александр Владимирович Захарченко на похоронах Михаила Толстых-Гиви, он сказал эту фразу, очень важную, готовую поговорку русскому народу. Он сказал, мы и мёртвые к вам придём. Это очень жёстко и очень честно сказано. А мы-то с вами, к тому же, ещё и живы. Мы живые, и, как поёт Алексей Джангоподубный, живые, и мы не увидём. Поздравляю вас с этим. Слава вам!